Ряд верских СМИ сообщили о планируемом закрытии одного из старейших книжных магазинов города. Он находится на площади Капашвара и когда-то назывался «Знание». С самой торговой точки нам эту информацию опровергли. Тем не менее, наша съемочная группа задалась вопросом, а как же поживает эта отрасль в современных условиях? Уже не первый год любители бумажной книги слышат скептические мнения. Дескать, традиционным магазинам осталось недолго. В качестве примера приводится закрытие Кириллицы, да и других точек, работавших еще с советских времен. Между тем, жители областного центра наблюдают, что в городе появляются объекты федеральных компаний, да и местные тоже не сидят слажа руки, рассказал нам директор одной из крупнейших тверских сетей. У нас несколько магазинов в городе. Планируем открыть еще один-два магазина в микрорайоне Южном. Скоро откроется у нас новый магазин, крупный, большой, в центре, возможно, еще откроется. То есть нет такой тенденции, что магазины все закрываются. У нас нет, у нас не закрыт ни один из наших магазинов и закрываться не планируем. Хотя, конечно, о процветании этого бизнеса говорить не приходится. Инфляция в стране уже вышла за параметры, на которые рассчитывали власти. Аренда площадей, коммунальные платежи обходятся все дороже. Стоимость полиграфии в последнее время также заметно выросла. Все это закладывается в цену книги, стоящей на магазине полки. Это и не только сказывается на спросе. Книга не является товаром первой необходимости, и для нее характерен эластичный спрос. То есть с повышением цены спрос снижается, что мы сейчас и наблюдаем. Кроме того, аудиокниги, электронно-библиотечные системы, электронные книги, интернет-магазины книжные тоже составляют конкуренцию бумажной книге и, естественно, книжным магазинам. На таком фоне у традиционных книжных магазинов только один выход – расширение формата. Собственно говоря, за границей или в столицах, например, в Петербурге, в такие торговые точки люди не только приходят, покупают и уходят. Там проводят время. Теперь и Тверь начинает следовать этим тенденциям. Мы стараемся создать такое пространство, куда человек может прийти, где он может пообщаться. Есть и кофейник, где человек может прийти, посидеть, почитать книгу. Мы регулярно организуем встречи с писателями, с разными интересными людьми. То есть наша задача уже создать какое-то такое культурное пространство, куда человек может прийти, поговорить о книгах. Судя по всему, по пути той или иной трансформации должны будут пойти и другие книжные магазины. Иначе они рискуют превратиться в пункты выдачи книг, заказанных в интернете, либо в точки по продаже констоваров. Ну или просто закрыться.